Ты любишь себя больше и свое тело, либо ты любишь вот это 5-минутное удовольствие? Ведь девочки-подростки, они могут по уши влюбиться и просто даже не думать о спорте. Честно говоря, это актуалочка, вот эта тема. Подростки, они могут уйти даже в депрессию, как от этого выходить? Телефон и соцсети наши, это вызывает тревожность. У меня был случай, когда девочка прям на игре заплакала. Как вы с этим справляетесь? Тренер должен быть и тренером, и психологом одновременно. Твое место никто не заменит такой, как ты. Нет, и не будет, и не было такой, как ты. Ты единственная. Вот, что я могу сказать. Тренировка или до свидания? Ай-яй-яй. Сегодня я жду в гости женщину, самую главную хоккеистку в Казахстане, Булбу Хартампай. Она играла в АХЛ, в Америке, в Канаде. Это женщина, которая смогла изменить историю хоккея для девочек не только в Казахстане, но и во всем мире. Проект «Эшел Пан» является совместным с Европейским Союзом, в котором мы вдохновляем всех девочек-подростков в стране добиваться своих успехов, ломать рамки общества и быть самым лучшим инверсией себя. Всем привет! Я Булбул Картампай, я первая казахстанка в женской НХЛ, а также я спортивный менеджер, который отправляет детей за границу. Я являюсь директором Академии женского хоккея. Это социальный проект, который работает на бесплатной основе в городе Астана. Моя мечта – это развить спорт во всех регионах Казахстана, особенно женский хоккей, вообще женские виды спорта. И моя мечта – это давать возможность большему количеству детей показывать свои навыки за границей, чтобы больше людей узнали о Казахстане через спорт. Самое главное – это заниматься тем, что тебе нравится, и любить свое дело. И тогда ты реально не воспринимаешь это как работу. Ты это воспринимаешь как хобби, и если твое хобби приносит тебе еще и деньги, еще и популярность, ты просто как бы в своем коньке, можно сказать, по-хоккейному, да? Булбул, я очень рада приветствовать вас на своем подкасте. И при выборе гостя, на самом деле, я задумалась, что женщина хоккейска. Это ведь так немного странно даже в моем восприятии. Но сейчас мы все меняемся, мы ломаем все рамки общества. И поэтому для меня было, на самом деле, сложно выбрать именно профессию, потому что нужно смотреть не только на популярность, но и также на востребованность в будущем. А как вы думаете, какая востребованность будет у хоккея в будущем? Именно у женского хоккея? Ну, во-первых, спасибо, что позвали на подкаст. Хоккей достаточно непопулярный вид спорта у нас в Казахстане, но этот вид спорта разрастается. И имея опыт игры в Канаде, в Америке, в Европе, могу сказать, что этот вид спорта дает какой-то характер девчонкам. И они вот такие воинственные становятся. И хотят, и как бы хоккей им помогает в жизни достигать каких-то целей. И имея, например, сейчас свою школу женского хоккея, я могу сказать, что девчонки, которые приходят в этот вид спорта, они точно знают, чего они хотят уже с детства. Поэтому я думаю, что этот вид спорта будет популярнее с каждым годом. А чем вы руководствовались при выборе профессии? Честно говоря, я всегда хотела быть в спорте. Я всегда видела себя в спорте. Даже в детстве рисовала спортсменов, медали, кубки, первые места. Я перепробовала бокс, борьбу, футбол. И, честно говоря, это смешно, но я сама не поняла, как я пришла на хоккей. Я думала, я пришла на футбол, но наступила осень, мне дали коньки, и я пошла на лед, и я такая, ну типа, окей, давайте попробуем. И хоккей, этот вид спорта, он так сильно меня затянул, что вся жизнь у меня теперь связана с этим. А какие новые специальности в спорте вы увидите в перспективе? Потому что наш мир меняется, у нас появляются новые технологии. Что значит, вы думаете? Ну, самое первое, что я хочу заметить, это спортивный менеджмент. Нужны спортивные менеджеры, которые могут продвигать детей, продвигать команды, продвигать лиги, рекламировать это. Спортивные маркетологи, вот как раз, чтобы вся страна слышала, что есть такие спортсмены, что есть такой вид спорта, да, как женский хоккей в Казахстане. И, конечно же, спортивные психологи, потому что сейчас это очень актуально, особенно в наше время. Сейчас не только физически ты должен быть подкованный, но и, конечно же, морально, эмоционально должен расти. Смотрите, сейчас поколение Z, оно совершенно другое от вашего. И мы по-другому относимся даже к здоровью, потому что наше поколение отмечается тем, что у нас слабое отношение к алкоголю и к остальному образу жизни. У нас более здоровые, мы очень важно относимся к большому количеству сна и ментального здоровья также. А что вы отмечаете у своих учениц? Смотрите, мои ученицы, они вот от 5 лет до 14, до 16 лет у меня тренируются, девчонки. Они вот на самом деле приходят сначала на тренировку ради дружбы, ради друзей, ради эмоций, ради вот этого кайфа, а потом уже в спорт. И, ну, я такое приветствую, потому что я тоже считаю, если ты занимаешься делами, оно не приносит тебе удовольствия или какого-то ментального насыщения, эмоционального насыщения, то этого не стоит. Поэтому в первую очередь, конечно же, вот у подрастающего поколения стоит заметить то, что рвение, если у них есть желание, у них будет рвение, у них будет дисциплина. Мне порой родители жалуются, говорят, у нас 6 утра тренировки на льду уже проходят. И они говорят, они сами встают в 5 утра, будет, говорит, мама, папа, отвези меня на тренировку. То есть это настолько ребёнок хочет приехать, пообщаться с друзьями, покайфовать, покататься и потом уже заниматься хоккеем. И я это поддерживаю. А тяжело ли им совмещать здоровое питание, также дисциплину именно в том плане, что у нас сейчас так много развлечений, и от них как бы стоит отказываться? Как они это поддерживают? Честно говоря, по питанию всегда были проблемы у спортсменов, но, слава богу, хоккей не такой вид спорта, где тебе надо сушиться, сидеть на диетах. В хоккее, в принципе, мы не держим никакого питания, но всё равно детей мы направляем к здоровому питанию. Сейчас в магазинах, в супермаркетах столько много, это перенасыщение, честно говоря. Но дети к этому подходят осознанно, потому что мы им доносим, что если ты хочешь быть хорошим спортсменом, то, соответственно, ты должен следить за своим питанием, за своим режимом сна и, конечно же, за своей учёбой, честно говоря. Бобу, сейчас в мире очень большое изобилие еды и много неправильной еды. Все подростки любят фастфуд, я в том числе, я люблю кушать бургеры, пасту, шоколадки и всё остальное. А как тогда оставаться спортивным и здоровым при этом? Честно говоря, это актуалочка, вот эта тема. Но всегда стоит задавать один вопрос, который на всё ответит. Ты любишь себя больше и своё тело, либо ты любишь вот это сиюминутное, пятиминутное, не знаю, удовольствие. Вот ты съела шоколадку или выпила колу, это даёт тебе там 2-3 минуты, да, кайф. Либо ты любишь себя и говоришь, так, ну, моё тело, типа, мой храм. И, ну, ты же хочешь кайфовать, когда смотришь в зеркало, особенно, когда ты спортсмен, чтобы у тебя не болел желудок там во время игры. Поэтому я всегда девчонкам говорю, ты любишь себя или ты любишь просто сладкое? И потом я говорю, хоккей, хоккей или конфеты? Они говорят, хоккей. Я говорю, хоккей или пирожное? Они говорят, хоккей. Я говорю, точно? И потом объясняю, почему, ну, для чего вообще им нужен хоккей и как правильно быть спортсменкой. Ну, вообще, подъедать же немного хотя бы можно. Подъедать, да, читмил обязательно раз в неделю. Раз в неделю можно. Раз в неделю стабильно можно. Ну, это моя маленькая победа. Но при этом также есть социальные сети, есть телефоны, есть много игр различных. Как вы относитесь к тому, что у вас тренировки начинаются в 6 утра? И для того, чтобы поддерживать и быть активными, очень важен нам здоровый сон. Как же тогда будет выходить борьба между телефоном и здоровым сном? Как его победить? Вот что я заметила, телефон, это и соцсети наши, это вызывает тревожность. Вот каждые 5 минут хочется посмотреть. С этим тяжело бороться, но как раз-таки учеба, спорт, какие-то хобби, развлечения, там, пианино или, не знаю, какие-то музыкальные инструменты, они отвлекают тебя от смартфона. И я считаю это правильно, потому что сейчас все дети в смартфонах. Их прямо с детства учат. Ну, ребенок плачет сразу, мультик поставил и делаешь свои дела. Это удобно родителям, но это надо убирать, искоренять. И чтобы выбирать здоровый сон, надо... Ну, мы, например, когда на соревнования едем, вот даже вот 14-16 лет мы собираем телефоны на ночь и говорим, все, ребят, девчонки, отбой, завтра мы всех вас поднимем в 7 утра и выйдем там на игру. Ну, иногда приходится жесткие меры предпринимать. Так, ну, смотрите, Булбу, как вы, я поняла, то что здоровый сон хоккей приносит, питание тоже хоккей. А что насчет любви? Ведь девочки-подростки, они могут влюбиться, они могут по уши влюбиться и просто даже не думать о спорте. Как вы с этим справляетесь? Ну, я скажу так, что я разговариваю с девчонками. Я вижу там вот это волнение, покраснение, то, что... Я у них сама спрашиваю иногда, думаю, ну, что там на 14 февраля подарили? От кого цветы там? Ну, прикольно наблюдать за их эмоциями. И в этом плане всегда по-разному. Кого-то эта влюбленность, кому-то она дает силы на тренировках, и она бежит, забивает, и она прям ловит этот драйв. А кто-то прям вообще ей не до хоккея. Ну, и я потом разговариваю, конечно, это с помощью разговоров все приходит в норму. Я разговариваю, я спрашиваю, ты в моменте? Если ты не в моменте, ну, типа лучше не заходи на тренировку. Поэтому... Ну, это классно наблюдать за тем, как они себя эмоционально ведут, когда у них там парень появляется, когда за ними кто-то ухаживает. Эти вот эти секретики. И я всегда хочу их поддержать и всегда быть на подпорке. А не так, что там тренер сейчас наругает, она строгая. Нет, я наоборот говорю, давай, пойдем, поговори со мной. Потому что я понимаю, что в таком возрасте надо их, наоборот, направить и немножко помочь справиться с этими чувствами. А вот если, например, ребенок, он перестанет думать о хоккее, как вы говорите, что в таком случае стоит делать, чтобы его направить именно? Ну, все через разговоры. Я спрашиваю, как бы, я понимаю, что у тебя сейчас такой период. У меня даже было такое, что мы недавно ездили на выезд в Алмату, и девочка, ей вот 14 лет только исполнилось, мы ее взяли с собой в профессиональную команду, а у нее там вот как раз 14 февраля было, у нее там любовь, морковь, цветы. И я потом говорю, ты здесь, ты будешь играть. Она вот теряется. И потом перед игрой я ее позвала отдельно, поговорила, сказала, слушай, все нормально, но эти 20 минут, там, 40 минут, 60 минут, ты должна быть здесь, ты должна быть на коннекте со мной, я тебя буду направлять, давай, сфокусируйся на игре. То есть иногда приходится точечно направлять девчонок. Ну, в этом ничего такого не вижу, потому что я сама была как бы подростком, я была хоккеисткой, это так смешно, я была хоккеисткой, а парень у меня был фигурист, хотя должно же быть наоборот. И как бы когда я выходила на тренировки, все смеялись, типа, блин, у вас же должно быть наоборот, почему вы стереотипы ломаете. Но я скажу, что все равно эти такие драйвовые чувства, просто их надо уметь направить и уметь ними совладать. Но если мы будем говорить про стереотипы, также есть стереотипы, ведь и про возраст, вы пришли в хоккей в 12 лет, что считается достаточно поздным в мире. А что вы на счет этого скажете, есть ли особенности в возрасте в хоккее? Ну, во-первых, для Казахстана, если мы говорим именно про женский хоккей, это не поздно. Если мы говорим про мужской хоккей, да, лет в 5 можно начинать 6-7, это максимум. Вот, но именно женский хоккей. Но еще я хочу сказать, если говорить про весь спорт, то можно прийти в 12 и достичь хороших высот в любом спорте. Просто это зависит от каждого ребенка, каждого подростка, как в подростковое время ты себя ведешь, чего ты хочешь. Если ты хочешь результатов, ты, конечно, пашешь. Есть дети разные, есть кто-то с 5 лет начинает играть, они лучшие игроки, а кто-то приходит в 9-10, они пока начинашки, но к 17-ти годам, к 16-ти годам, почему-то вот те, кто поздно пришел, они иногда выстреливают лучше, чем те, которые рано начали. А могу ли я начать заниматься хоккеем, если мне 15 лет? Кстати, хороший вопрос, так как Академия женского хоккея у нас, это социальный проект, мы приветствуем всех девчонок. И вот сейчас у нас есть девчонки по 15, даже по 16 лет, которые просто посещают секцию, но я на них не давлю, я говорю, вы просто сначала научитесь кататься, если вам это нравится, если вам это заходит, если вы видите прогресс и расположены к этому, то можно дальше уже думать про спорт. То у меня, значит, есть шанс еще играть в НХЛ, как и вы попали. Ну, не в НХЛ, конечно, но в чемпионате Казахстана как минимум можно попробовать. А что насчет гормонов и именно эмоций, то, что вот вы, например, можете быть очень злой на кого-то, и это классно поможет вам в хоккее, но есть же и Товгай-сторона, там, где вы можете драться. Были у вас такие случаи? Ну да, если честно. Ну, эти случаи редкие, но они были. Но все-таки женский хоккей, это не мужской хоккей, мы прям там не машем кулаками, друг друга потолкаем, но все равно это такие эмоции, тебе надо их выплеснуть в моменте. И самый кайф в том, что ты можешь подраться, можешь материться, хочешь что делать, и ты получишь все, две минуты штрафа, а потом выйти играть, как ни в чем не бывало. Да, хоккей – это такой достаточно грубый вид спорта. Иногда сложно переключаться из хоккеистки в девушку, или там в дочку, или там, не знаю, в сестру заботящуюся, или там, не знаю, в жену, в невесту. Это очень сложно, потому что такой вид спорта. Но, однако, это удается, потому что ты все равно девушка, и женское начало все равно берет свое. А как стоит овладевать своими эмоциями? Потому что подростки, они могут быть очень грустными, они могут уйти даже в депрессию. Как от этого выходить? Я согласна с этим. Вот как только я начала свою тренерскую деятельность, я поняла, что тренер должен быть и тренером, и психологом одновременно, потому что во время игры, если ты садишь какую-нибудь девочку, говоришь «посиди», она может заплакать. И у меня был случай, когда девочка прям на игре заплакала, «тут команда играет, хоккей идет, она плачет». Я говорю, ну, главному тренеру, говорю «пожалуйста, вы там займитесь игрой». Я пошла, села, поговорила. И как бы мы дали ей пять минут на игре, хотя, ну, как бы это не вписывалось в наши планы, но пять минут дали, чтобы она проплакалась. Я с ней поговорила сразу же в моменте, сказала «все, соберись, давай после игры поговорим». И как бы она доиграла игру, но все равно после игры, все равно все через разговоры. И именно в подростковый возраст у них, во-первых, юношеский максимализм, они ругаются с родителями, они хотят хорошо выглядеть, они сравнивают себя с кем-то, или они, наоборот, считают себя недостаточно хорошими. И как бы все это через разговоры и через взаимоотношения выравнивается. А находили ли вы какие-нибудь случаи, когда девочки пытаются сравнивать женский хоккей и мужской хоккей? Ну да, они говорят, что мужской хоккей популярнее. Ну и, например, наоборот, то, что вот Борис, у нас есть команда, они так на этих хоккеистов смотрят, как на богов. И прямо, мне кажется, из-за этого они даже пришли в хоккей, чтобы быть ближе, как к своим вот этим вот иконам. Ну вот, они, конечно, сравнивают в том, что мужской хоккей быстрее, но все равно они смотрят на это, как на развлечения, на что-то такое большое. И поэтому они хотят быть к этому причастны. Но при этом, раз существует неравенство гендерное в хоккее, слышали ли вы какие-нибудь программы по гендерному неравенству в Европейском Союзе? Ну, честно говоря, вот я жила последний год в Швейцарии, я там играла за команду. И скажу, что там феминизм очень проявленный. И местами он даже чересчур проявленный. И когда я даже играла в Америке, я могу сказать так, что там тоже это иногда навязывается. То есть нам давали радужные вот эти тейпы, ну, это изоленты для клюшки там и так далее. Я как бы, я лояльна ко всему, но до момента, я говорю, я типа вас поддерживаю, но, например, вот это я в своих соцсетях транслировать не хочу. Но у нас в Казахстане эта тема только-только развивается. Ну, то есть равноправие только-только развивается. И когда я приехала с Америки и такая на максималках говорю там, вот, женский хоккей надо поднимать, потому что много внимания мужскому хоккею, надо делать там бесплатную секцию. Все надо мной смеялись. А потом в итоге так получилось, что я, ну, каким-то образом дошла до президента, озвучила перед ним, и меня поддержали. И благодаря этому сейчас существует единственная в Казахстане бесплатная секция женского хоккея. И как эти изменения повлияли наше общество? Эти изменения влияют классно, потому что я считаю, такие люди, которые чего-то хотят достичь во благо обществу, они меняют, они дают возможности. И если бы не было, например, вот этой академии, девчонки так бы и не играли в хоккей, так бы и не нашли себя в этом виде спорта. Так бы я бы не видела вот этой радости в глазах, первые места, кубки. Мы всего лишь начиналось от пяти девчонок, а сейчас более 120 девочек, например, занимаются хоккеем в городе Астана. Ну, это за два года, за два с половиной года, это реально раскачать непопулярный вид спорта, это реально круто. Помимо психологического состояния, также очень сильно влияет самооценка девочек. Ну и самооценка у подростков, особенно девочек, как по своему опыту знаю, очень сильно влияет от внешнего вида. Как оставаться красивой в хоккее, как оставаться женственной в нем? Как оставаться женственной в хоккее, это очень хороший вопрос, но сейчас такое поколение детей, которые реально мы сейчас обсуждали, они могут быть хоккеистками на льду, такими дерзкими, с характером. Потом они могут спокойно одевать платье, снимать тиктоки, прикалываться, краситься. Я иногда вижу, как они марафетятся, я говорю, вы же на игру выходите, и на тренировку вы что краситесь? Поэтому вот подрастающее поколение, оно умеет как-то совмещать это, а они все равно не теряют свою девчачью натуру, они не теряют, когда выходят на лед и играют такой грубый вид спорта. Но при этом адаптивность у них появилась только сейчас, а были ли у вас случаи в детстве вашем, когда у вас, возможно, были какие-нибудь неравенства со стороны мальчиков, либо со стороны других девчонок, когда вам смогли бы даже булить или еще что-то? Ну, да, было такое, например, то, что я была короткостриженная, потому что мне все мешало, вот эти волосы, их там надо постоянно что-то укладывать, а я такая прям хоккеистка, спортсменка, хотела там достичь своих целей, и мне говорили всегда, ты выглядишь как пацанка. Ну, то есть до 15, 16, даже 17 лет, я помню, что у меня были короткие волосы, я любила носить там оверсайз одежду, все вот так вот. Но потом, со временем, конечно, у меня начали отрастать волосы, я начала себя принимать, но для этого тоже нужно время, и для каждого это индивидуально. Но то, что вот насчет буллинга, я скажу так, что, когда я переходила от младшей команды в старшую, и вот эта вот дедовщина, вот это все было, и, конечно, слезы, сопли, но мы как-то это пережили. Я бы сказала, что казахстанские хоккеистки очень женственные, потому что я поиграла в Канаде, в Америке, в Европе, и могу сказать, что наши хоккеистки, они прям все равно остаются казахстанами, остаются красивыми, длинноволосыми, они любят краситься, и в то же время они играют в такой грубый вид спорта. А какой совет вы дали бы сейчас девочкам, которые переживают буллинг, либо переживают насчет своего внешнего вида, то, что их осуждает общество? Какой совет? Это хороший вопрос, потому что советов у меня много, но именно по вот этому поводу надо подумать. Наверное, в самую первую очередь не теряйте себя, потому что если ты себя потеряешь во всем этом, реально все пойдет не так, как ты хочешь. Поэтому надо не терять себя, верить в себя, смотреть, и твое место никто не заменит. Такое, как ты, нет, просто нет и не будет, и не было такой, как ты, ты единственная. Вот, что я могу сказать. Булбул, вы сейчас являетесь тренером, но ранее вы играли за международные компании, международные организации. А кем вы вообще себя дефектируете? Может быть, тренер, коуч или ментор? Ну, я уже давно отошла от тренерства, честно говоря. Я сейчас руководитель своей организации, у меня несколько школ, команд и так далее. Но сейчас самая главная моя задача, и то, что мне реально нравится, это спортивный менеджмент. Мне нравится продвигать детей и отправлять их за границу, в частности, в Канаду. Меня, кстати, зовут туда сейчас, работать спортивным менеджером. Я такая думаю, как это? Казашку зовут в Канаду развивать женский хоккей. Ну, вообще хоккей, в хоккейную школу. Я такая думаю, ну, это круто. И то есть я сейчас себя в этой роли очень комфортно себя чувствую, как спортивный деятель, как спортивный менеджер, который развивает этот вид спорта, но еще и продвигает детей за границу. Вы продвигаете детей за границу. А кто продвигал вас в вашем детстве? Кто мог вас наставлять и был вашим учителем? Ну, наверное, начнем с истоков. Это самое первое, это моя бабушка, потому что я росла у бабушки, она работала, блин, на четырех работах, у нее был свой магазин, это же бизнес в свое время, два магазина, и столько у нее было внуков, внучек. И, ну, когда я хочу поныть, там сказать, о, я устала, я просто вспоминаю вот это, как я выросла, и как эта женщина могла все это совмещать при этом, и уют дома там, и за детьми смотреть, и там работать, и тут руководить, и у меня просто реально нет, ну, как бы нет возможности сказать, что я устала там, или мне тяжело, как только ее вспомню. А какие самые главные слова вам запомнились, которые я нам говорила? Ну, я думаю, самые главные слова, это то, что надо упорно работать, честно говоря. Вот, да. Ну, это иногда мешает в жизни, но в основном помогает, потому что упорный труд, я думаю, привел меня к тому, что я сейчас имею, и даже вот развитие личного бренда, это оказалось тоже упорный труд. Это не так, что ты проснулась, у тебя там столько в Инстаграме подписчиков, все тебе пишут, все хотят общаться. Это реально упорный труд, тебе надо развиваться во всех направлениях, и вот это вот ключевое, что я могу подметить. А с учетом того, что человек может просто устать упорно трудиться, он может забыть об этом, и просто вообще ни о чем не думать. Ну, здесь же нужен баланс, для этого существует семья, друзья, хобби, и место, где ты можешь расслабиться, поэтому надо хорошо отдыхать и хорошо работать. Значит, самое главное в жизни – это просто балансировать отдых и работу. Да, это правда. Была ли тренерша именно в сфере хоккея, которая на вас сильно повлияла? Ну, вообще, я благодарна всем своим тренерам, которые на моем пути встретились, первый тренер там и остальные. Могу подметить работу Марьи Михайловны, Атарская, у нее фамилия такая еще звучная. И я выезжала с ней на чемпионат мира, и я помню, что две игры прошло, и я не могу забить. И это так бьет по моему самолюбию. И вот третий день, игра, и на завтраке, просто на завтраке, она дает мне какой-то круассан или конфетку, просто вот так кидает, говорит, на, держи, сейчас забьешь сегодня. И, ну, как бы для меня было это все. Я ее взяла с собой, прям как-то, не знаю, эту идею схватила, и у меня получилось забить на этой игре. И вообще, по статистике моей карьеры, я смотрю за ней всегда, как бы как за примером. Этот человек отдает многое, отдает свое здоровье где-то, где-то жертвует своей семейной жизнью, где-то своим временем, ради этого вида спорта и ради таких вот девчонок, как я, которые вот уже выросли. И как бы она все равно растит и растит новых, она сама из Усть-Каменогорска, и как вдохновитель, и как женщина в хоккее, я могу вот выделить ярко ее. Булбул, я благодарна за интервью, и теперь нужно его подытожить, в котором вам нужно будет выбрать из двух слов всего лишь одно. Окей. Первое слово. Тренировка или свидание? Ай-яй-яй. Ладно, пусть будет тренировка. Но мне кажется, в подростковом возрасте было свидание. Дальше. Хоккей на траве или хоккей с мячом? Хоккей с мячом. Полный стадион или успешная игра? Успешная игра. Спортивная форма или платье? Платье. Осознанность или адекватность? Адекватность. Пингвины или панды? Панды. Цель или мечта? Мечта. Тик-ток или инста? Инста. Спортсмен или чемпион? Чемпион. А с какой ценностью вы себя ассоциируете? Как возможность. Возможность? Да, возможность. Потому что я сейчас занимаюсь тем, что я предоставляю возможность растущему поколению пройти, например, мой путь до НХЛ безболезненно, намного быстрее. Я как гайд, как путеводитель. И вот эту возможность я даю сейчас детям и помогаю им показать свои навыки в других странах. Я благодарна вам за возможность присутствовать на этом интервью. Вы очень классные, вы меня сильно вдохновили и вернули свою жизнь в спорт. Приходите к нам. И на этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Всем пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok